Всем хай! Привет! Сегодня мы будем распаковывать легендарный, ну не поводить этого слова, потому что именно так, адвент календарь из Литуаля. Это новый адвент календарь 2022 года, и вместе с новым адвент календарем у нас есть еще нечто новое. Вот сидит рядом со мной. Это груша. Мы с ней снимали уже в том году адвент календарь, и все остальные видео в этом году мы будем снимать с ней вместе. А не с Ляной. А почему не с Ляной? Я расскажу вам о моем телеграм-канале, здесь я об этом говорить не хочу. Какие у тебя есть ожидания от этого адвент календаря? Я очень надеюсь, что они исправятся, потому что я видела видеообзоры на прошлый адвент календарь, и если честно, он был очень сомнительного качества. Максимально сомнительного качества. Что текстура, что запахи. Это знаешь тот самый случай, когда просто что не так, ну в принципе все не так. В этом году этот адвент календарь, выгадайте, кстати, сколько он стоил. Вас это тоже вопрос касается, как вы думаете? Да, это их фирменный адвент календарь, магазин. Да, он достаточно легкий, кажется таким большим весистым, но он очень легкий. Наверное, около 4. Ты совершенно права. Ты совершенно права, он стоил 4 900, но со скидкой я взяла его за 4. Так что, ну посмотрим, какое наполнение за 4 тысячи там будет. Груш, на правах гостя на моем канале я предоставляю тебе первые возможности открыть адвент календарь. Так что первая цифра за тобой. У нас еще красивая ленточка, которую мы должны развязать. Да. Так, у нас уже первая проблема, да? Смотри, ногти не сломай. О нет, о нет, кот, не играй с лампой, прошу тебя, пожалуйста, не надо. Нет. У нас есть календарь. Так, слушай, ну он такой. Выглядит, кстати, прикольно. И номер один что-то, походу, самое большое будет. Кажется, здесь будет палетка. Ты, конечно, ногти не для таких штук придумала. Дай тебе ножницы. Выправился. Это что? Мне очень много вопросов. Это очень... Маленькая. Мини-косметичка. Это что? Ощущение, чтобы, ты знаешь, на пляж ходить, когда телефон кладешь куда-то, чтобы не навосить его и пас. Я бы туда телефон не положила, он не выживет, уверена. Это просто пластиковая маленькая косметичка. Знаешь, когда я увидела вот это, я такая, смотрю, первая цифра, так себе даже позавидовала немножко. Думаю, блин, сейчас ей палетка тени и 100% хайповая какая-то выпадет. Но я просто оставлю это без комментариев. Цифра 2. У нас тут все меньше и меньше. Нам заставим цифру 2. О! Палеточка. Что это был за звук? Она была монстром. Это же дым был за звук, который смерти из моего организма так сильно, наверное, покраснело даже ужасно. В общем, смотри, ну, эта палетка с румянами уже как-то, как будто бы даже неплохо выглядят. А давай попробуем. Фига. Это что, подождите, это нормальная косметика? Подождите, сейчас я даже сводч сделаю. Ну-ка. Фига. Видно на телефоне? Да, очень видно. Вот, которая светло-розовая, прям видно очень хорошо. Обалдеть. Да, темный тоже начало. Слушай, ну нормально. Я бы даже сказала, что довольна. Ой, у меня нет румян. Давай я румяна сейчас нанесу, попробую. Давай попробуем. Фига, они реально очень пигментированные. Я, честно, думала, сейчас это тут будет какое-то западло, но нифига, нормальная, абсолютно румяна. Смотрите, неужели что-то хорошее в какой-то век произошло? Они, конечно, вообще не подходят, вот мой оранжевый макияж, но румяна реально яркие. Как так-то вообще? Вот это используют для макияжа? Вот сейчас со всей серьезностью вопрос отвечаю. Если у вас есть выбор, не если это ваша единственная кисть, тогда вариантов нет. Кто этот человек? Ставь плюс в чат. Ты из третьего А? У меня же не школьников. Мо-мо, у меня нет. Так, это, пожалуй, это улика моя. Ну это точно поместится. Ну? Ладно, он работает. Пойду сказать или нет. Ладно, он просто, видимо, первый хряк был такой, неудобный. Ну, это крабик прозрачный. В принципе, я ничего против крабиков не имею. Сейчас модный аксессуар, и он норм, но... Я не знаю, почему мне так смешно. Кот, он сейчас разорвет мой топик. Он только что грыз мой топ. Представляете, думаю, что хрустит? Он грыз мой топ, он вот это вот грыз. Зачем ты это грыз? Не грызи. У тебя есть идея, как оценить крабик? Потому что что-то он меня сломал. Блин, я на самом деле очень люблю крабики. Я постоянно использую что дома, что в ланне, что просто люблю к ними ходить. Но это не то, что ты ожидаешь в наборе косметики. Вообще. Давай мы оставим это без комментариев. Но, может быть, кто-то из вас захочет это прокомментировать, потому что мы не знаем, какие эмоции нам испытывать с этим крабиком. Гот, здесь я тебя кушаю. Тебе спина прихватила? Номер пять. Сектор классная кисть на барабане просто. Что это? Мне сегодня максимально везет. Эти кисти так плохо, ребята. Из нее даже прямо сейчас ворс уже выбивается. Мы только достали. Что это такое? Как думаешь, реально мне хоть что-то сделать? Я не уверена. На кисть набирается, но... Все-таки нет. Как это вообще работает? Цвета просто на руке нет. Это становится уже не так смешно. Это становится уже достаточно грустно. Но мы кладем этот сектор тоже сюда. Кот. Как же ты мне надоел. Я не уверена, что вы здоровались, но сейчас мы прощаемся. Потому что кот не может находиться в комнате с моей косметикой. У него кинг на нее. Но понимаю, все-таки мы один день родились как бы. Заинтересованы. Кисть, прости. Достаем шестерку. Слушайте. А вы посмотрите. А это что-то, что прикачает внимание. А если бы он везет. А это сиятельная вещь. Сияшка. Неплохо. Работает. Оно работает. А как так? А оно что, работает? А такое бывает? Знаете, я так заинтересована. Иногда это... Офигеть. Во! Я как-то даже не ожидала. Я в шоке. Немножко слетуали, что работает. Видимо, знаешь, они решили разбавить как бы так сыром. Э вашим, а нашим. Чтобы вот и те, кто хотел побурчать и такой. О, фу, все за двое. И в то же время. Но не отстой. Чтобы поспорили люди. Я тебе точно говорю. Потому что точно будут споры, хороший это адвент или плохой. Ты голосуешь на плохом или хороший дальше? Ну, сейчас, потому что мне попадаются всякие странные вещи. Ладно. Ваши ставки, господа, в итоге. Ставим на новую кисть. Надеюсь, там будет следующая кисть для хайлайтера. Знаете, которая такая венчиком. Так, сейчас будем смотреть. У тебя цифра 7. Это явно будет что-то наподобие теней. Угу. А как так произошло? Она была вангой. Это как так вышло только что? У нас проблемы. Давайте я помогу. Ну, цвета, конечно. Ну, цвета реально из маминой косметики. Все, как ты хотела. Сейчас все-таки в моде, знаете, там 90-е, начало нулевых. Ютукей. Вот, мамина косметика. Она действительно так и выглядела. Подтверждаю. Блин, у меня мама до сих пор пользуется как раз, знаешь, вот этим фиолетовым таким. И голубым. А ты где твоей маме? Так, смотрим. Офигеть! Не так офигеть. Ну, не так офигеть. Ну, давайте попробуем. Может, розовый хорошо ляжет. Давай. Все-таки он ближе. Ну, ладно. Оно реально по качеству, как косметика из древней-древности. Я прям помню, что у мамы, у бабушки у них была косметика вот такого вот какого-то вайба. А пахнет так же? Она ничем не пахнет, по сути. Понимаете, нет одушки. Типа, не хорошая, не плохая ее просто нет. Очень интересно. Итак, какой сейчас мы номерок с тобой берем? Восьмой уже, да? Что-то очень маленькое. Вот тут, мне кажется, будет, знаешь, какая-то такая дурная кисть. Моя кисточка. Что это? Херня. Это микропинцет. Он работает хотя бы или он, знаешь, такой, как игрушечный? Давай я попробую выдрануть какую-нибудь бровь. Вот у меня как раз тут брови отросли. Ну, он выдрал бровь. Это все, что я хотела сказать о нем. Есть что добавить? Я в шоке, что это работает. Вот. Где вы еще такое увидите? Ох, какой номер дальше? Девятка. Грушка, какая твоя любимая цифра? Это было 8,5. О, так, пинцет. Это твое любимое число. Пинцет. Пинцетская кисть. Кисть. О, груш, мне так жаль. Маленькая цифра 17. Я тебе ее отдам, хорошо? Если ты же была... Хорошо. Мне кажется, это будет что-то... Да, помада, либо, возможно, какая-нибудь мини-тушь. Умоляю, только не испортите себе ногти. Это, походу, тушь для бровей. Слушай, ну тоже для бровей, это да. Гель для бровей, это круто. И объем нормальный. Да, это очень полезная вещь. К сожалению, я не могу проверить. Ну да, я тоже не могу сейчас проверить, потому что у меня брови готовы. Тут же для бровей. Но пахнет она почему-то клеем для глаз, для ресниц. Есть такое? Угу. В целом, гель для бровей редко вкусно пахнет. Ну, типа, да, бывает у хороших брендов, конечно, там классные отдушки. Но концептуально я привыкла, что гель для бровей бюджетный, не супер пахнет. Но продукт класс. Ставлю ему лайк. Что еще добавить? Ой, кажется, у нас разломы происходят. Точилка. Блин, я всегда так рада, что я люблю точилку, если честно, в адвент-календарях. Я люблю точилки. Честно, я не знаю, у меня вечно они как-то пропадают, поэтому точилка это тоже вот. Цифра 11. Надеюсь, у нас будет карандаш в наборе. Это будет странно, если не до карандаша. Надеюсь, что он в этом точилку не положили. Сейчас у тебя будет карандаш. Опять разломы. Давай, давай, можешь его кромсать. Опа. А вот и обещанный карандаш. Это для глаз. Он очень маленький. Ну, а ты такая, travel size. Ой, какой хороший карандаш, ребят. Прямо вообще. Хороший каял. Слушай, ну карандаш меня радует. Еще есть точилка. Вот это вот прям продумано. Вот так вот я люблю. Она рекламочится. Она это рекламует. Нет. Не, пожалуйста, не. Нет. Ах, как прекрасно. Забираем. Забираем все. Пока все помещается. Далее у нас цифра 11. Ребят, у кого любимое 11 число, пожалуйста, напишите. Подожди, я реально. Я открыла 11. А, цифра 12, ребят. Ну все равно, у кого любимое цифра 12. Они пытались считать. Это полезная вещь. Что еще я могу не добавить? Если бы это была единственная полезная вещь здесь, я бы сказала, что за хрень, но это норм. Ставлю в штампоматах. 13 должно быть классным числом. Все любят 13. Нет. Ставьте мне какая-то хрень. Нет, мне так жаль. Груш, мне так жаль. Что это за ленточка? Это резинка. Это не ленточка. У меня такие были, я проверяла много лет назад лайфхаки из тиктока. И там был лайфхак, типа, возьмите такую резинку, проденьте сюда и вот браслет для телефона. Ну все, оставляйся. С нами самим все с одной стороны. Люси. Во. Фэрри Тейл. Фэрри Тейл. Блин, вот бы, конечно, адвент аниме какое-нибудь. Адвент аниме, пожалуйста, на следующий год кто-нибудь сделайте. Мы точно купим. И распакуем его. Есть адвенты по фанкам, но аниме-то никогда не было. Да, аниме-то не было. Там Гарри Поттер. По Марвелу все что-то. Есть еще Лего наборы тоже по Марвелу. Элент календарь по Геншину. Китайцы, пожалуйста. Лиз. Циферка 14. Что? Сойка-пересмешница? Это реально заколка, но она достаточно странная. Ну ее только носить сзади получается, но проблема в том, что они спадают. А-а-а, а как это вообще носится обычно? Потому что я, честно, такую вещь еще первый раз вижу. У меня есть просто заколки, но они форум булавок. Я вот так вот так креплю. А, да. Наверное, что она будет так держаться в моей башке. Я надела сзади мальвеню, хвостик резинкой, и потом сверху типа закрываю. Так, я надела. Вообще она выглядит прикольно, потому что чисто, знаешь, такой кружочек, нимб на голове. Она такая вот она. Слушай, а у кого у нас что-то еще во время записи на НМИК слетело? Я точно помню, какой-то или ботинок, или кусок одежды. По-моему, у МИК что-то слетело. Картена или какая-то капринь. Да, да, было такое. Я помню, борщик, мусорки сзади. Да, борщик был потрясающий. Он сделал просто целый дубль. Не, дубль сделал я, потому что все комментарии в больнице. Ой, снимай, называй, дадутся, 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 дадутся. Какое дальше число? 16. И это твое число. А у вас тоже иногда такие дупые мысли были приходить? И ты не можешь заснуть, потому что думаешь, блин, а какое число вообще самое крутое. Знаешь, у меня последнее такое время бывает, типа, сколько мне лет? Я забыла. Ой. Итак, 16. Это мини-яичко. Это бит-блендер? Да. Маленький. Иди сюда, бэйбик. Но он смол. Он смол, но это прикольно, это же вокруг носика можно и под глазами. Да. Чтобы ничего не забивалось. У тебя аж рука затрислась, боже, это не настоящая яичко, все нормально. Это, там не вылупится цыпленок, там максимум вылупится микроб, если ты не будешь что умыть. Яичко. Перепелочки. Так. Цифр 17. Мое любимое число, пожалуйста, попрошу мое любимое число быть нормальным. Так, ребят, я отправляю вам. Но, кстати, упаковка странно выглядит, непонятно, что там может быть. Тональный крем, его, кстати, еще не было. Нифига себе. Не знаю. Ничего не на три пальца, я понимаю, что у меня одного не хватает, и это логично. Это слишком жестоко. У меня и так его нету ногтя. Тигра мне рассказала, что произошло. Кстати, поехала в Корею, мне там лечили мой ноготь пластырем. В России, конечно, они охренели от такого лечения. И искали удалять ноготь полностью. Не надо было пластырем вылечить, отвратительно. Короче, не важно. В телеге об этом была история. Ну, да. Это то, чего я заслуживу. Раз. Восемнадцатый, ты где? А пятнадцатый не открыли. А как так? Вот восемнадцатый, мы пропустили пятнадцатый. Ну, давай пятнадцатый открываем. Иногда все идет не по плану. Мы очень хотели цепь в семнадцать. Да. Раньше времени. И не стоило так сильно желать. Ну, что сказать. В принципе, это одинаковый сектор кренджа. Ну, блестит. Итак. Хочется подрывать уже открытые окошки. Как это называется? ОКР? АСМР. АСМР, точно. Ну, дальше. А, получается мой номер. Твой. Восемнадцатый. Ищем, 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 ищем. А я его нашла. Ладно, сделала вот так. Походу, это подводка? Что? 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 Блин, нет. Нет, карандаш. Эх, я слишком рано радовалась. Но, ребят, смотрите, это карандаш. Нет, для бровей. Еще нормального цвета что происходит? Ну, да, он серый. Охренеть. Я только что испытала преисполнение. Я не знаю. Пока как будто бы все умеренно хорошо и умеренно плохо. Они точно, точно тебе говорю, они специально так сделали. Замиксовали. Замиксовали. Точно тебе говорю, так сделали специально. Итак, 19 номер. Я все еще надеюсь, что мы найдем какой-нибудь тональный крем. Либо пудру. Потому что очень странно делать макияж без этого. Что это? Это что-то миленькое опять. Выглядит очень-очень круто. Это бальзом для губ. Мы-то отражаемся. Офигенно она выглядит. Дизайн. Во! Он даже блестящий. Да. Он вообще не пахнет, кстати. Но он прям... Он такой легкий шиммер дает. Вообще. Ну, тут не будет видно на случай. Даже не буду вам показывать. Просто он прям немножко шимирится. Да, трактовка как бы он немножко шимирится. Именно такова. Не, ну слушайте, прикольная вещь. Мне нравится. Ставлю лайк. Но упаковка очень клевая еще. Блин, было бы здорово. Если бы они знали, что там к ним привесили вот эту пипку. Да, было бы здорово. Чтобы можно было повесить на елку. Ну, вот этому однозначно лайк. Либо у меня какие-то проблемы с круглыми маленькими вещами. Они очень миленькие. Дальше у нас цифра 20. Первое крупное число. Ну, вот это то, что было в прошлом и позапрошлом от в этом календаре. То, почему мы так сильно все к нему предвзято отнеслись. Мы предвзято к нему отнеслись. В ней приступается злость. Помада Lip Gloss. Оттенок называется 0.1. Тут Corona, Royal, все такое. Пахнет детской косметикой. Ну, я бы не стала этим пользоваться. Мы это, пожалуй, да. Просто ставим без комментариев, чтобы не порнятить вайб. М-м. Ну, кстати, косметичку, походу, мы не сможем использовать. Потому что у нас еще полно предметов. А косметичка уже полна. У нас 21 номер. Мне сегодня максимально везет. Что это? Кисть? Это та ужасная кисть. Вот это самая дурацкая кисть в мире. Я даже когда была бэби. Вот это кисть для хайлайтера. Фу. Ну, это самые ужасные кисти. Вот прям вот. Они же вообще не работают, эти кисти. Вообще никак. Ну, типа, да, максимум там, не знаю. Хотя, мне кажется, даже хайлайтер нормально не нанесешь. Он просто тебе грязь сделает на лице. Кисть отстой. Зачем такой отстой? Так, ребят, 22-я цифра. Я жду тушь. Туши не было. Да, точно не было. Что там? Я не смотрю. Ну что, там тушь? Блин, нет. Нет. У-у-у-у. Не знаю, что. Ну, так хорошо было. Отделать, кстати, 02. На этом у меня все. Осталось три цифры. 23, 24, 25. Я умею считать. Ну ладно, сделаем так. Ой, это что? Это еще одна помада? Карандаш? Мне кажется, что она будет ярко-красного цвета. Ой, ну слушай, это как будто бы нормально, если она будет я реально красить. Вот. Это круто. Безназапах и как будто выкрасишь себя какой-то восковым вымелком в детский. Это не похоже на помаду. Что это? Я такую текстуру первый раз вижу. А я интересно, продуктов там вообще много? Много. Мне кажется, она долго хватит, видите или нет. Ну, все было бы ничего и славно. Нет доверия, знаете, как будто в этом продукте уж слишком он странно ощущается. Вам это никак мне не передать? Ну, просто поверьте. Две самые большие цифры. Давай. Открываю. Я 24-й получается. Грушка, 9, у тебя самая крутая цифра должна быть. 25-й всегда самая крутая. Я знаю, что это будет так работать. Да, я ожидала... Я ожидала. Ну, я ожидала не этого. Ребята, у меня расческа, это гребешок. Для бабулёстых. Ну, ты знаешь, думаю, если моя бабушка получила это, она бы обрадовалась, враг ли бы она пользовалась этой косметикой, но, возможно, у нее была бы какая-то ностальгия и радость. Что неплохо, потому что, наверное, ну, в Элитуале целевая аудитория как раз там бабушки. Спросите у вашей бабушки, можете прям ей вот так вот отправить, она бы обрадовалась, если бы ей гребешок подарили на Новый год. Так, Грушка. Самая главная цифра твоя. Мы потом сделаем кое-какой эксперимент с этим гребешком. Какой? Знаешь, когда подносишь котам гребешок, вот так вот зурчишь, и коты такие пытаются взбивануть. Реально? Да, у меня кот так делает. Почему? Я не знаю, какой-то раздражающий фактор. Я видела кучу видосов в интернете. Знаешь, что есть банан? Да, и огурец. У меня кот не реагирует на это. Но на гребешок, когда ты вот так вот делаешь, они начинают себя вблёвывать. Будет проверка кота сейчас. Жертвы найдены. Так, ты и попик. Нет, знаешь, взрослый как-то странно дышать начал. Итак, самый главный номер, самый дорогой. Что же там внутри? Так. Нет, 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 пожалуйста. Это зеркало, да? Нет. Нет, нет, нет. Фу, 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 фу. Это моя самая нелюбимая вещь в адвент-календаре. Самая нелюбимая вещь в адвент-календаре. Меня многие не понимают, но кто-то меня понимает. Ты меня понимаешь? Понимаю. Тебе тоже не нравится? Я просто не понимаю, зачем. Сейчас в любой косметике, даже в помаде делается зеркальце. Короче, 25-го числа я ждала чего угодно, но только не этого. Но подводя итоги, в целом этот адвент-календарь правда лучше, чем все, что было до этого. Но честно, 5000 это не стоит. Это вообще, что это? Почему? Я что-то забыла проценты. Ладно бы он стоил 1500, но на пятёрку нет. По шкале от 1 до 10 я ставлю этому календарю тройку. Следующий адвент-календарь, который мы распакуем, будет с детской косметикой. Пока. А, вау, у меня же есть прям чек из литуаля. Сейчас давайте проверим, сколько стоил этот адвент-календарь. Ладно, ребята, я вас как бы обманула. Этот адвент-календарь стоил 3500 рублей. Сейчас посмотрела по чеку. А другой адвент-календарь, который мы будем распаковывать в следующем видео, стоит 1900 рублей. И он выглядит вот так. Это прям вам затратка на следующий видос.